...бьембьембьембьембьембьембьем бьембьембьембьембьембьембьембьембьем Че вам отлась как старая колоша,малина? Кошелка Как же калочка? Я не пересматривав фильмы не перечитывая сценарий Просто сказал о это же мой любимый фильм как здорово И отдал этот сценарий своей маме чтобы она написала по нему пьесу это конечно было довольно такое опрометчивое действие Вот я не подумал о последствиях Она прочитала этот сценарий, в отличие от меня, она его прочитала. Я сказала, ты уверен, что ты хочешь, чтобы я написала именно по этому пьесу? Я говорю, знаешь, да, я абсолютно уверен, это гениальный фильм, вообще, обязательно, вот. Она сказала, она так помолчала, сказала, ну хорошо. То, чем мы занимаемся, это неформулируемые вещи. Пьяр, 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 пьяр! Пьяр, да зачем ему? Три ванильных на нем висят. Ну, пока, 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 пока! Я сейчас приеду. Да зачем пьяр? Пьяр, 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 пьяр! Мы сейчас погодим тут договорились сжёвки Pihull 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 В принципе, мне нужно иметь дело не с теми актёрами, которые принесут за собой прекрасный шлейф популярности от Москвы итак, или чего-то. У меня так никогда не было и невозможно было, не получалось. А надо иметь дело с теми, кто может сделать то, что я хочу, потому что методика работы, которую я в театре пользуюсь, это все очень интуитивно, я никогда не учился, я ничего про это не знаю. И то, чем я занимаюсь, это в общем и целом то, что мне каким-то образом диктуется, то, что я слышу. Но мне больше хотелось, чтобы вы со мной попали в тот же мир, где я существую или где я хочу существовать. Вот моя задача, вас туда позвать. А как уже там дальше получится, если мы попадаем в правильный градус, то все заработает. То есть, когда я уже готов полностью костяк, такой вот, ну, как бы контур, тогда потом актеры как бы вживаются туда и поселяются туда, и дальше получается, что это осмысленно. Хотя на моменте, когда ты это делаешь, вообще непонятно, какой в этом будет смысл, зачем я вот сегодня вспоминал какие-то куски и понимал, зачем я это сделал. Но потом это будет понятно. Кто-нибудь помнит, в чем тут был смысл? Как вас зовут? Все, ладно. Лен. Вы зубами друг другу снимете эти мешки? Ну, то есть, я уже себе верю, и, ну, потому что это уже какой-то восьмой спектакль, который я делаю, и там, ну, может, не все из них какие-то сокрушительные удачи, ну, вот, но, по крайней мере, я понимаю, что я занимаюсь театром, потому что я иными заниматься не могу. То есть, ну, как, ну, бывают люди, которые должны себя заставлять и так далее, для меня театр – это тот язык, в котором я абсолютно уверен, поэтому мне не так интересно, как в других, например, мне перформансами, там, с образовательным искусством заниматься куда интереснее, чем театром, потому что я там ничего не знаю, и, ну, как бы, еще недостаточно опытен, и мне интересно там, где я ничего не знаю. А в театре мне кажется, что я уже знаю, ну, я могу что угодно говорить, другие люди скажут по-другому, вот, и поэтому мне очень, ну, то есть, мне интересно, но мне хочется уже скорее результата увидеть, не так интересен процесс, как результат. Это стоит по часу, что я могу почти что-то на уколы. А как ты думала, это работа, тяжелая работа, деньги, и что, с неба падают? А ты с самого начала слышал, то есть, с самого первого спектакля ты слышал, что должно быть, или это с опытом пришла уверенность того, что вот так именно... Нет, нет, я очень был всегда неуверен, и от неуверенности было желание напихать как можно больше всего. У меня в первом спектакле были летающие шестикрылые собаки, падающие из потолка 30 тысяч сумок, какие-то монстры, которые шевелились через прозрачную стену, какие-то люки, через которые светились лица. Ну, то есть, вообще, вот, все, что мне снилось и приходило в голову, все было там. Ты как намучилась, бедная Лиза! Спасибо всем!